Один из воскресных дней после Пасхи Православная Церковь посвятила женам-мироносицам, тем, которые, не побоявшись казни, по древнему обычаю пришли на гроб Господен, чтобы помазать тело Христа и Илеем. В этом выпуске программы «Простые истины» я хочу рассказать о современных женах-мироносицах, которые трудятся при храмах. Светлана, Вы уже очень много лет посещаете этот храм, служите при храме. А вот помните, как первый раз переступили порог? Я помню, но сначала я приходила иногда, как все люди, вы же знаете, мы были очень далеки от храма, и только пасочку посвятить, или же водичку, а потом у меня было горе большое, умерла моя мама. И это было очень тяжело пережить. И я нигде не могла найти поддержки. Я приходила в храм, становилась в уголочек и просто молилась, чтобы Бог дал мне силы все это пережить. И вот так потихоньку мне понравилось. Людей, некоторых я знала много лет, ну, с рождения я здесь родилась, но общалась мало. И вот они поддержали меня. И мне захотелось стать с ними в одном ряду, вот как они, ходить в храм чаще, помогать, ну, быть частью этого храма, понимаете, служить Богу. Не просто так вот, как на словах говорят, что я верю в Бога, не пойду в храм, потому что и дома молитва хороша. Ну, общая молитва в храме с батюшками, это же сильная такая сила, это нужно ощутить. И вот когда это ощутишь, то невозможно уйти из храма. Ну, я не знаю, может быть, кто-то и может, но я не могу. Я теперь не могу оставить храм. А как Вы осознали, что хотите не просто посещать, а служить в храме? Ну, вот когда часто приходишь в храм, то видишь, где нужно помочь. Полы помыть или еще что-то сделать. И вот прихожане, которые подсказывают, что вот нужна помощь. Самой первой ко мне подошла Раечка с кассой. Она попросила меня помочь на грядках. У нас же видели такие клумбы хорошие. И чтобы помочь, ну, я помогала на грядках. Потом, в общем, видят, что помогаешь. Попросили еще что-то сделать. И так потихоньку, потихоньку и полы мыла, и на кухне помогала, и на кассе. И вот теперь просфоры мы печем. Мне очень нравится любая работа. Во славу Божью, любая работа – это во благо мне. А когда начали выпекать просфоры, какие чувства были? Это было неожиданно. В общем, помогала я на кассе. И получилось так, что у Танечки не стала помощника. Я не помню, что произошло. И Елена Федоровна предложила мне помогать Тане. Она привела меня в просфорную и говорит, ну, знакомьтесь. Это Танечка, это Света. Будете теперь вместе работать. Потому что просфор, ну, это, наверное, тогда, когда построили храм Викторовский. Тогда стало, нужно было больше просфор выпекать. И поэтому стали помогать. Понемножку, потихоньку. Мне очень понравилось. Это такой процесс. Это какое-то чудо, когда обычное тесто превращается в просфору. Маленькую или же большую служебную, которая заносится в алтарь, освещается. И нам потом дают во славу Божью, чтобы нам была польза от всего этого. Сколько лет Вы уже выпекаете просфоры? Я выпекаю просфоры, но на 4 года. Но я не постоянно. Я иногда отлучаюсь, езжу к своим детям. И какой-то период времени не присутствую в храме. И вот получилось так, что сейчас мы выпекаем втроем. Танечка, Евгения и я. Евгения появилась в последнее время, когда я последний раз уезжала к своим детям. И вот мы как одно целое нам говорили, как Вы будете втроем? Вам места не хватит. Но Вы видели, нам хватает места. Мы друг другу не мешаем. Я прихожу раньше, завожу тесто, чтобы Таня приходит позже, немножко на полчасика. И потом уже мы начинаем их делать. Сначала мы делаем служебные, потому что они дольше выстаиваются. И им нужно время. Мы сделали служебные, положили такие у них на специальные. Таня их люлечками называет. Они там определенные температуры у них там, и они выстаиваются. Потом мы делаем маленькие. Вы знаете, как быстро время проходит, когда мы их делаем. Мы только смотрим на время. 12 часов, мы уже все закончили. Все рады, попробовали, как вкусные, невкусные получились. Но большей частью вкусные. Это очень такое торжественное отношение к этому. Потому что эта просфора, без нее никакой службы. Везде она должна быть. Просфоры по своей рецептуре очень просты. Почему она такая вкусная получается? Ну, потому что мы ее с молитвой выпекаем. Таня приходит и сразу читает молитвы. Потому что без молитвы ничего не получится. Нужно иметь только добрые мысли. Иначе получится просто кусок хлеба, который, наверное, есть бы не захотелось. Если зло в него вложить. А мы думаем о том, что это на службочку. И так вот с молитвой, и все, слава тебе, Господи, получается. Выпекание просфор – дело очень ответственное. Что необходимо? Нужно ли учиться специально? Танечка, она просфорница давно. Я не знаю, сколько лет. Но всему, что я умею, и Женечка умеет, это нас научила Танечка. Она с любовью нас учила всему. И, в общем, все мы впитали. То, что она умеет, и мы умеем. Благодаря Господу мы научились. И умеем все вместе работать дружно. И с отдачей. После того, как Вы стали служить в храме, как изменилась Ваша жизнь? Что в ней изменилось? Я уповаюсь сейчас на Господа. Раньше я на себя только надеялась. И планы строила. Как молодые люди всегда, они планируют. А сейчас я надеюсь на Господа. Потому что без Его помощи у меня ничего не происходит. Любое дело, любая жизненная ситуация. Ты просишь у Господа помощи, и все, во славу Его, получается. Светлана, а как Вы считаете, современных женщин, служащих при храме, можно ли назвать тоже своего рода женами-мироносицами? Да, конечно. У нас все женщины, как жены-мироносицы, они несут свое послушание. Каждый на своем месте. Помогают, поддерживают друг друга. Ну, как могут, насколько сил хватает. Так что я думаю, что да, можно назвать. Посещая служа при храме, что Вы обрели? Вы знаете, я в этом храме обрела семью. Теперь все мне как родные. Все заботятся, спрашивают, как дела, как семья. Все мне безразлично. Не просто так, как на улице, знаете, проходящие просто. А здесь все с душою, все с заботой, все относятся. И я очень рада, что я нахожусь в этой семье благодаря Господу. Лариса, Вы уже несколько лет в этом храме несете послушание на клиросе. Вот помните, как первый раз переступили порог к храму? В первый раз я пришла очень давно, ну, по моим подсчетам давно, 20 лет назад. Это не в этом храме было, конечно. Но в село Новотроицкое, наш любимый всеми храм, все его знают в нашей круге. Очень памятный день был. Служил покойный отец Александр Зоц. Моя первая исповедь была у него. Эту исповедь я запомнила на всю жизнь. И после этого я уже никогда не хотела уходить из храма. Мне хотелось каждую службу быть, дышать храмом, трудиться там. Мне все было интересно. Даже где крошки лежат, мне хотелось их подмести, все убрать, все, чтобы блестело. Вот так вот запомнился мне первый, самый осознанный. А я хотела еще год до того, а все никак не получалось. А самое такое, что после которого изменились мои мысли и желания, это тот день, когда я... Это был Великий четверток. Я запомнила, потому что это была страстная неделя. Я первый раз причастилась к своей жизни 20 лет назад. А как Вы осознали, что хотите не просто посещать богослужение, а служить в храме? Немножко времени прошло после того, после первой исповеди. Я через время повенчалась с мужем, с которым прожила 10 лет. И через 4 месяца под успение Божьей Матери меня взяли на клирос, потому что мне желалось в книге. Я заглядывала, так на цыпочках в храме стояла и заглядывала. Что ж там читают? А мне очень хотелось текст. Я не могла все слова расслышать. Они поют, благослови душа моя Господа. А дальше я не могу понять слова. И попросила женщин с клироса, дайте мне переписать. Мне хочется дома попить, а слова я не знаю. А меня покойная Варвара Савельевна говорит, а ты кто? Аз Витки? Ну я же рассказываю, что я с детками работаю, пою с ними. Так тебе ж надо с нами на клирос. И так она меня и оставила на клиросе. Отец Василий был покойный Горьковый, служил тогда. И с того дня я на клиросе. Служение на клиросе очень ответственно, очень волнительно. Каким человеком нужно быть, чтобы служить на клиросе? Ну, во-первых, самое главное – это верить у Бога, любить Его. Никогда не иметь желания нарушать Его заповеди. Конечно, все равно нарушаешь, хоть и понимаешь, что нельзя. Но это уже такие идут вольные и невольные грехи, в которых человек должен всю свою жизнь каяться. Это сокрушение сердца, любовь к делу. Без любви же ничего нельзя делать. Все с любовью. Лариса, скажите, а петь Богу волнительно? Каждый раз волнительно. Даже не потому, что ты вокально себя настраиваешь, что бывает не всегда здоров, и бывают все нездоровые, которые поют. А волнительно то, что ты можешь чем-то огорчить Господа, чем-то огорчить батюшку. Если у батюшки настроение испортил клирос, то уже, считай, служба закончилась для всех, и для народа в том числе. Потому от клироса очень многое зависит. Как проходит служба, как поется, как читается, нет ли запинок, нет ли там кто-то вылез куда-то. Все это влияет на всех буквально. И вот за это ты трепещешь всегда. Ну, нельзя сказать, что мы там все как осиновые листочки, но внутренний трепет и любовь всегда присутствует. А какие девочки у вас на клиросе? Профессионалов у нас нет. Единственная девочка сейчас ездит в Савдиевке. Она закончила много музыкальных заведений. Она грамотная. Ну, буквально вот год с нами вместе. А все мы остальные, все самоучки. Матушка Таня уже с самого детства пила. Тоже на никаких музыкальных заведений не заканчивала. Катенька. Ну, она сейчас, правда, музыкальную школу посещает. Ирочка, Володя, Лиза. Лиза тоже в музыкальную школу ходит. Ну, она в школу еще сама, школьница. Возраста тоже все разные, вы уже увидели. Мы все разные, но все одинаково любим служить. С тех пор, как вы переступили порог храма, что вы приобрели в своей личной жизни? Как она изменилась? Ну, самое первое приобретение – это открытие своего сердца. Сердце открылось, и Господь в разум дает мысли познать себя сначала, какой ты на самом деле. А потом всю жизнь работа над собой, над собой и над собой. Вот это самое первое мое открытие, что сколько мне работать надо, не только над душой, вообще. Сколько в храме мне надо потрудиться, чтобы очиститься от всех грехов, которые суделаны мною и до меня. Это самое такое главное. А все остальное, конечно, любовь к храму с каждым днем увеличивается. Трепет за то, что будет потом, что будет с детьми, которые приходят сюда, что бывает с людьми. Всегда размышляешь о том, где бесплодно ли пришел человек, а ты с плодами. И вот каждый раз вопрос себе такой задаешь. Плоды у тебя есть в посещении сегодняшнего? А как Вы думаете, современные женщины, которые трудятся в храме, они тоже, по сути, являются женами-мироносицами? Да. Даже не суть, а это на них держится. Мне кажется, что иногда на этих женщинах держится вселенная. На их молитвах, на их слезах, на их переживаниях. Переживания – это своего рода тоже молитва. Идут люди и даже по улице переживают, как вот завтра я буду. Что люди будут, а что там кушают, а что там, где бомбят, кушают ли они, а спят ли они. Это тоже молитва своего рода, что на этих слезах весь мир держится. Если перестанут плакать жены, наверное, все разрушится. Лариса, я искренне хочу поблагодарить Вас за Ваши ответы. Мира и добра Вам в Ваших трудах, в Вашем служении. И с праздником! С Днем Святых Жен-Мироносиц! С Днем Святых Жен-Мироносиц! С Днем Святых Жен-Мироносиц! С Днем Святых Жен-Мироносиц! Продолжение следует...